Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вот, мне на глаза попала статья в армянском издательстве Ереван Тудэй. Здесь вот, конкретно пишут по теме, что происходит в Карабахе сейчас. Многих интересует азербайджанцев, как там обстановка, как там Раикар Атюнян поживает. Ну и вот, статья под названием «Новый заговорческий план Раикар Атюнян и азербайджанцев». Какую роль в этом играет Рубен Варданян? В общем, статья, что Раикар Атюнян уже сотрудничает с Азербайджаном. И тут еще приехал туда один миллиардер, Рубен Варданян. Видите на фотографии, он там сидит за столом на средней фотографии с Раиком Атюняном. Что происходит? Сос, мол, спасите новый заговорческий план Раикара Атюняна и азербайджанцев. Какую роль в этом играет Рубен Варданян? Об этом написал главный редактор Борис Мурази. Так, президент республики Карабаха Раикар Атюнян 12 сентября подписал указ о создании общественного совета. Под этим для многих ничего не говорящим указом скрываются довольно опасные процессы. Мои источники, близкие президенту Карабаха сообщают, что Раикар Атюнян уже довольно долгое время ведет активные обсуждения и переговоры с азербайджанской стороной. Об этом говорил и сам Раикар Атюнян, представив связь с азербайджанцами как защиту интересов карабахских армян. На этих переговорах азербайджанская сторона гарантирует защиту личных интересов Раикар Атюняна, если он будет действовать в соответствии с соглашением. В общем, Раикар Атюнян ложится под азербайджанцев. А соглашение заключается в том, что под прикрытием патриотических тостов о национальном единстве будут разрушены последние осколки карабахской государственности, сохранившейся после войны. Так, согласно утвержденному на этих переговорах плана, ожидаемые шаги такие. Вот послушайте, что будет в Карабахе в ближайшее время. Создаваемому общественному совету Раикар Атюнян попытается делегировать полномочия, присутствующие национальному собранию. После окончательного формирования совета работы национального собрания станет Карабахом оригинальной, и это вообще перестанет функционировать. В общем, там нацсобрание все же у них, как бы сказать, вообще не будет функционировать. Одновременно Раикар Атюнян назначит госминистром предпринимателя Рубена Варданяна. Тот станет главным инструментом для доведения плана до конечной цели. На данный момент сложно с уверенностью утверждать, что Рубен Варданян четко осознает игру, в которую ее втягивает Раикар Атюнян. В общем, Раикар Атюнян вот на фотографии втягивает Рубена Варданяна в непонятную игру. Как бы сказать, у них там свои игры в Карабахе, каждый хочет выжить, каждый хочет еще заработать, пожить спокойно, потому что если сейчас там уже будет напряженная ситуация, уже Азербайджан будет освобождать свои территории, то самому Раикар Атюняну надо как-то крутиться, чтобы там эту власть свою продлить как бы еще три года. Под именем создания народной милиции Раикар Атюнян окончательно уничтожит Карабахскую армию, без того же потерявшую большую часть своего потенциала. Из Карабаха будут выведены специальные армейские виды оружия, в том числе артиллерии и бронетехника. Вся оборона Карабаха останется в нескольких сотнях, может даже тысячах полицейских, которые в лучшем случае будут вооружены автоматами. В общем, вся вооруженная техника, бронетехника, артиллерия, тяжелое, как бы сказать, уже вооружение будет выведено. Останутся только полицейские, которых вооружат автоматами. После окончательного демонтажа государственных институтов Раикар Атюнян объявит, что здесь же данное после войны обещание уйдет в отставку. После этой отставки на фоне парализованного парламента в Карабахе больше не будет выборной власти. А единственным должностным лицом государства, находящего в тяжелом состоянии войны, будет госминистр Рубена Варданяна. Выходит, сам будет командовать Рубен Варданян, миллиардер. Мой источник в аппарате резидента Карабаха утверждает, что русские либо не знают о планах Араика Атюняна и азербайджанцев, либо знают частично и не представляют, что Атюнян готов пойти на подобное предательство. В общем, Аратюнян предает интересы Карабаха и армян. Этой публикации, по сути, раскрываем карты Араика Атюняна и азербайджанцев. И если российская сторона ничего не предпримет после этого, то соответствующие выводы обязательно будут сделаны. По сути, они станут соучастниками этого заговора. В общем, в Карабахе сейчас заговор будет. Интересно, что когда мы своими карабахскими источниками обсуждали это развитие, СМИ распространилось заявление бывшего секретаря совбезда Карабаха Санвела Бабаяна, приглашающего всех 5 октября на митинг в Ханкинде. Похоже, Бабаян почувал возможности развития и либо пытается пойти с Арейко Бартюняном на новую материальную сделку, взамен которого закроет глаза на происходящее, либо хочет воспользоваться моментом и сам занять место Рубена Варданяна, тем самым став партнером Арейко Ратюняна и азербайджанцев после разрушения государственных Карабаха, написал Муразир. В общем, вот такая статья, что сейчас будут очень большие перемены в Карабахе, там уже затевается заговор. Вот эти самые два заговорщика, сейчас я вам покажу поближе. В общем, они там будут все организовывать, весь этот процесс. Арейко Ратюнян с этим Варданяном миллиардером. Вот, и уже многие, как сказать, понимают, что там сам этот самый Варданян нагло очень залез в Карабах и пытается занять место госминистра или он там министра экономики. Я тоже удивился, как Варданян может так нагло залезть и не бояться, что его уничтожат. Ясно, кто-то его прикрывает, потому что без прикрытия его там застрелили на следующий день. Там недолго он бы прожил. Значит, вот, и Рейко Ратюнян все-таки вместе с ним решил там все это поделить власть, как бы организовать и весь этот переворот такой ихний в Карабахе. Всех вооруженные силы Карабаха, которые там этих террористов, сепаратистов, убрать, все вооружение убрать, оставить милицию вооруженную только пистолетами, автоматами, может, небольшое количество. Как бы будет это, ну, просто полиция будет. И все. И получится, что Азербайджан будет доволен, как бы, что там нету этих банформирований, не будет обстрелов. А теперь все это договорятся, в общем, там, как сказать, заговор. Это у них будет заговорческих планов. Ну, интересная, да, статья, мне тоже понравилась. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.